Рождество, потом Крещение Иисуса, Богоявление называется, Дальше Вознесение, это Господский Ветер, вспоминаем, хорошо, Пятидесятница, уже пять секунд, Успение Преста и Богородица, потом День Петра и Павла, Но это не Господский, так это легко прям вернуть, День Всех Святых в России посеявших, тоже можно вставить, а потом дойдешь, полиграф, полиграф, здесь типографии, типографии, 6 половину вспомнили, так-то молодцы, ведение вахарного помните? Да, ведение в Иерусалим еще, ведение в Иерусалим, еще раз вспомнили, так-то они что уже 8 праздник. А эти вспомнили уже, да? Дуд-двидесятые. Да, мы их вспоминаем. А, все вспоминаем. Ну да, но я хочу дойти до праздника, который мы сейчас проходим. Так вот, в Дуд-двидесятый входит и воздвижение чеснова и желтого еще в кристалле вспоминаем тоже. Такой странный праздник. Ну, вот он, да, праздник. Происходит он у нас в сентябре месяце, этот праздник. Мы его сейчас и проходим. И проходя его, задеваем такие интересные аспекты. Это по какой книге-то? Это мы идем в жития святых. С августа месяца. В августе первый день. Происхождение чеснова и желтого еще в Христа Господне. Так интересно начинается, что праздник как установлен? Установлен, когда греческий царь Мануил победил Сарацин. А в России митрополит киевский Константин и Нестор, епископ Ростовский, великий князь Андрей Юрьевич победил Болгар. Не Болгар, а Болгар. Это языческие племена были. Они жили по Волге. Ну, сейчас там эти у нас татары астраханские. Ну, это они и были. Татары только тогда они назывались. Болгары. Племена Болгар. Вот они их победили и решили установить праздник общий. Потому что они были друзья. Ну, православные. Я им, вот, братьям и говорю, что интересно, как праздники у нас устанавливаются. Как кого побили на войне, как кому задали трехку, раз сразу праздник установили. А где праздник духовный, настоящий духовный праздник, как вот наши, вот эти праздники. Даже у нас и дву на десятые-то некоторые непонятные. К примеру, вот, введение в охрану Престой Богородицы. У ничего более значимых вех в ее жизни не было, что ли. Не знаю, почему введение в охрану. Потом Симеон тоже, когда принимал Господа на руки. Тоже такое памятное какое-то событие. А других таких очень памятных событий, как Господь, допустим, исцелил прокаженных. Или Господь, вообще, вот, интересно самое. Христос воскрес, да? Да, есть праздник, Пасха. А то, что Христос исцелил Лазаря, нету как... Ну, празднуем, да, празднуем там, что Лазаря исцелил накануне там. А перед этим-то он еще исцелил и дочи Аира, а еще исцелил сына вдовы, вдовы на Аинской. Ну, а почему праздники-то тоже не установить? Ничего себе. Допустим, первое воскресенье человека. Ну, можно было праздник установить? И первая проповедь, допустим, Нагорная. Нагорная проповедь, величайшая проповедь. А там мы узнаем заповеди блаженства, по которым мы сейчас живем и считаем все истинными христианами. И можем определять любого человека, христианину или нет, и себя. Если мы исполняем заповеди, то эти девять заповедей нет блаженства. А там заповеди такие. Ну, допустим, блаженый нищий духом. Ты нищий духом? Ты чего, Настар? Не знаешь, что такое? Ты нищий духом? Не знаю, кто... Ну, нищий хорошо или плохо? Первый том, первый том, возьми красный. Молодец. Красный том, первый том, возьми, салтование. Хорошо. А ты как считаешь, хорошо или плохо? Нищий духом? Нищий духом, да. Пятую главу, Матфея, открывай. Блаженый нищий духом, написано. Ты Христу поверишь? Он был не тогда хорошим. Что это нищий? Хорошо. Хорошо, слава Богу. Потому что у меня мама сказала, нищий это плохо, это очень плохо. Я говорю, мам, да Христос сказал, блажен нищий духом. Нищий. Ну, это же плохо, нищий духом. Я говорю, да Господь сказал, блажен, то есть счастлив. А почему? Я говорю, мам, ну как же так? Ты же ходишь в храм, больше шлифтиле. Что значит без толкования? Нет толкования. Так сейчас любому задают. Нищий это плохо. Мы не знаем, чему там поем. Отложим по печенью. Не стартю. Читает толкование. Ну ладно, толкование. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Посему после совершения чудес и исцеления тел врачу и души, дабы мы знали, что он есть творец и души и телес. Он учил, и не отвержая уст, то есть свою жизнь, жизнью и чудесами, а теперь учит, отверзший уста, учил не одних учеников, но и народ. А начал с блаженства, так как и Давид начал с блаженства. Псалом 1.1. Прежде всего выставляет смирение, как бы основание. Так как Адам пал от годности, домечтав быть Богом, то Христос выставляет нас посредством смирения, нищие духом суть, душевно чувствующие свое недостоинство. Вот запомните последнюю строчку. Ты чувствуешь свое недостоинство? Ну как не чувствую? Постоянно шпеняет вас. Слушай, ты недавно почищался, я за тебя там земные поклоны хвал. Со своей хромой ногой. И не чувствуешь недостоинство. Ты же к батюшке приходил на исповедь? Да. Что ты же говорил к этому? Ну чувствовал недостоинство? Ну вот видишь, ты что, не вспоминаешь это? А то люди будут, если смотреть, не дай Бог, выставят это. Скажут, ну там, что за ученики такие? Это как батюшка такой, я звоню ему. Батюшка, говорю, тут это, у нас рыбу можно, говорю, когда будет после Пасхи, до какого можно есть сплошные недели? До Троицы, наверное, он такой засмеялся. Ты что, говорит? А я, говорит, тут как раз сидели с кем-то, там обсуждал, говорит, там, говорит, у вас такие вроде святые люди живут, постятся, все. А тут, говорит, Володя, сплошную ему подавай, говорит, до Троицы. Так сейчас еще, более того, сейчас если вот это вот в интернет выставить, как рыбу там выбраживали, там сейчас начнут, о-о-о, да пескариками спасаются, и так далее, там найдут. А мы думали, что они настоящие святые. А они, глядите, сколько рыбы-то гребут, и всю съедят, сами сожрут. Там такие недоброжелатели, просто ужасники. Ну, и все. Так что, ты тоже исповедуешься, батюшке? Чувствуешь недостоинство? Так вы не перед батюшкой исповедуетесь-то? Да, знаю. Знаете, ты перед кем исповедуешься? Ты стоишь, батюшке, в глазах не смотришь? А куда смотришь? На алтарь. На алтарь. Молодец, правильно, на алтарь. А батюшка тебе сбоку что говорит? Сбоку, там где-то в темноте вечно, батюшка. Он сегодня в темноте стоит, ты тут со свечкой, с писаниной такой, на коленях. Такое писанило, тебе все записано. Прости меня, Господи, да прости меня, Господи, да? Батюшка такой. Кошмар. И батюшка говорит, я суть недостойный иерей, а ты пришел в обращенницу, поэтому, стоп, не постыдись чаду. Так говорит батюшка? Че, не помнишь ничего? Почти, да. Ну я почаще просто был. Перед исповедью, самой он говорит. Он когда перед молитвами, своими вот этими, которые читают в комнате, он вот это говорит, чистить какой-то в конце, а потом уже данная исповедия уже человек, тогда он говорит, что я недостойный. Данная мне властью? Да. Да. Разрешаю, что ты чаду. Недостойный мы, понимаешь? А теперь гляди дальше. Блаженны нищие духом. Это те люди, которые, суть, смиренные. Перед чем они смиренные? Перед кем? Перед Бабюшкой? Нет. А что? Перед Богом. А Господь что нам такое оставил, что мы смиряемся, аж напрям не могу как сильно. Себя-то как Он оставил? В чем? Себя-то в чем оставил? Ну вот что ты сейчас читал? Иоанн. Ну. Ну что Господь после себя оставил? Иоанн. Слово. Ну кто судить нас будет? Или что? Слово Божие. Да, нас будет судить Слово Божие. Нас что будет судить? А никто даже, понимаете? А как это будет видно? А вот через Христа. Потому что Христос и есть там Слово. А мы его не читали. И все говорят, а почему же моя книга? Почему так говорите? Я читал, ничего не понял. Там все убивают, убивают в Библии в этой. Там такой жестокий Бог. А спасения этот человек и не увидел. Потому что надо не просто, как говорится, смотреть книгу и видеть фигу. А еще молить Господа, просить. Ну, допустим, не сказали об этом. Господи, я не понимаю. Помоги. Не знаю, мне этого не было. Слава Тебе, Господи. Не знаю почему. А мне тоже Господь сразу дал. Просто дал. И мотивация молился, чтобы. Плюс я толкование читал. Чтобы эта книга говорит, я во всю и поверил. А я читал и... Как я верю в это. Я не понимал, что я верю. А именно, когда я читал, как покаялся пророк Давид. Давид, это первое царство. Второе. Второе, да. Второе царство. Да, второе царство. Или первое про Липоменон. Ну, это там есть. Где он соблазнил Таверсавию, Урию. 12-я глава, короче говоря. И он пока... 11-я и 12-я говорят об этом. И он покаялся. И я когда читал об этом, и вдруг на меня свыше не зашло спасение. И я понял, что я верующий. И я понял, почему я... Я вот сидел вот так, читал. И я вот так вот прям, как-то не понял, как я начнутся на коленях. И прям вот так вот слезы как полились. И я... А-а-а, Господи, я понял. Вот она вера-то в чем. Это ты был везде. Везде, оказывается, я читаю Библию и не понимаю, что Господь везде присутствует. Я читаю Господь, Бог. А Сатана не дает вот это, чтобы в сердце вошло. И вдруг вот через это покаяние, что Давид перед Господом. А Господа-то не видно все это. И он покаялся, и жизнь изменилась. И у меня вот это все вот так обрушилось. И внутри меня, мне никто ничего не говорил. Игнатий бы сейчас об этом говорить, никаких видений. Но внутри меня твердое такое убеждение. Ты верующий. И я понял, я верующий. И я начал не просто говорить, что Библия хорошая книга и интересная. А начал говорить о Боге уже тогда. Но я говорил о Боге, потому что я читал сначала Ветхий Завет. И меня поразил просто. Вообще Господь поразил меня самое сердце. Верой своей. А Евангелие, оно было более для меня недоступно. Оно и ближе, и в то же самое недоступное. Потому что, как бы, Господь, которого не видно понятно, но человек, Бог стал. Вот это было очень сложно для меня понять. И когда я приехал сюда, Игнатий Тихонович на занятиях на своих, он мне сразу растолковал. А он просто занятия проводил. Но там все эти были вопросы, и он всегда отвечал. И он очень часто говорил о крови Господней. О его смерти на кресте, вот этой, святой, которой он нас спас. Что мы недостойные были. Мы все недостойные. А он единый безгрешный оставался. Но, так как он безгрешный, сатана не смог его победить, не смог его убить. И поэтому воскресенье. И он теперь берет и нас с собой, если мы во все это уверуем. И я тогда понял. Тогда вот и отошло до меня назад, и я понял. А, вот как. Да, это неудивительно, что я ничего не понимал. Меня никто не растолковывал. Ну да. И людям тоже. Вот прежде, чем ты должен смириться перед Христом. А люди смиряются. Вот сейчас к нам приедут, будет у нас тут совет. Попроситесь на совет и внимательно слушайте, что будут говорить эти люди. Потому что, если вы будете кого-то себя узнавать в этих людях, а эти люди не пройдут к окрещению, то есть их остановят и скажут, что они еще не до конца верующие, у них нет урождения свыше, вы поймете это. Тут будут вопросы задаваться. Будет очень интересно. Мне всегда очень важны вот эти вот экзамены. или церковный приходской совет, который допускает до крещения. Но своего рода это и есть экзамен, да. Ну да, как бы экзамен на веру. Искрытый. И вот то, что там нам этот Андрей, который новенький, тут говорил с Сергеем, когда мы сидели и стали с ним разговаривать, разговаривать, сказать, что нужна жизнь община, община, нужна жизнь тебе. Ты не можешь просто так креститься и куда-то уйти. И он сказал, а кто вы такие, чтобы решать, верующие или нет? Я готов принять это от батюшки. Но вы кто такие? На нас так смотрят. Вы кто такие? Вы же сектанты. Вот сейчас для меня вы сектанты, понимаете? То есть человек ничего не понял. Что, глядите, вот на данной надпись. Читайте. Вот открой его полностью. Открывай. А, не здесь, в Библии надо. Да, это же не откуда-то, это третий. Вот Библия у меня лежит на. Третий тон. Да почему можно просто Библию открыть? Нет, это второй тон. Есть второй тон? Второй тон есть, давай. Давай второй тон. Нестор возьми. Нестор возьми второй тон, а он ничего тут не поймешь. Бери-бери, ну пускай остается Библия. Это черный тон. Тем более Библия дяди Володина с золотым тиснением. Дядя Володя дает спокойно вам ее листать. А с золотого тиснения ничего не осталось. Это мне кордей Михаил Федорович подарок сделал. Первый явно. Благословит его Господь. Ну, почти сразу. Так, мне самое интересное, почему? Это же вот сектантские, ну, протестанты выпускают такой же. Православные. Ну, да. И гляди, почему они начало не пишут? И мы тоже начало не написали. По идее, надо бы писать с самого начала все. Ну, побольше будет плакат. Читай. 1 Иоанна, 1 глава, 5-8 стихи. Вот, 5-8. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг и с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Апостол опять возвращается к прежней речи и объясняет, какое Он слышал благовестие. Именно следующее. Бог и есть свет, и тьмы в Нем нет. От кого это слышал Он? От самого Христа, который говорил. Я свет миру. Иоанн 8, 12. И еще. Я свет пришел в мир. Иоанн 12, 46. Итак. Он есть свет, и тьмы в Нем нет. Но свет духовный, привлекающий очи, души, зрение Его. А от всего вещественного, отвращающий и возбуждающий стремление к Нему, одному, с самой сильной любовью, по тьмой разумеет или незнание, или грех. Ибо в Боге нет ни нежнания, ни греха. Потому что нежнание и грех имеют место в веществе и в нашем расположении. Если же сказано, мрак сделал покровом своим, Псалом 17, 12. То сказано, что сделал тьму, а не есть тьма. Как же? Итак, здесь тьма означает наше незнание о Боге, по причине Его непостижимости. А это незнание наше есть, а не Божие. Ибо иному предается нечто такое, чего нет в Нем. Не для Него самого, но для кого-нибудь из имеющих отношение к Нему. А что апостол называет тьмой грех, это видно из евангельской речи Его. И свет во тьме сведе, и тьма не в дьяволе Его. Иоанн 8, 5. Где тьмой он называет нашу греховную природу, которая по своей скорости к падению уступает к завистнику нашему дьяволу, увлекающему к греху. Итак, свет, соединившийся с нашим существом, весьма удоболовимым, стал совершенно неуловимым для Искусителя, ибо он не сделал греха. Исайя 53, 9. Итак, когда мы принимаем вас в общинники с Богом, который есть свет, а в этом свете, как показано, не может быть тьмы, то и мы, как общинники света, не должны принимать... Общинники света, не должны принимать в себя тьму, чтобы не понести наказание за ложь и вместе с ложью не быть отторгнутыми. Вот, общение со светом. Посему, держась общение друг с другом, то есть с нами и со светом, мы должны поставить себя непобедимыми для греха. Но как это будет, когда мы прежде погрязли уже во многих грехах? Ибо никто, любящий истину и старающийся быть истинным, не осмелится сказать, что он безгрешен. Итак, если кем овладеет это опасение, то пусть не унывает, ибо кто вступил в общение с Сыном Его, Иисусом Христом, тот очищен и кровью Его пролитой за нас. Примечай, что по причине теснейшего единения называют Его Сыном Отца, и потому, что воспринято им от нас, ибо кровь без сомнения принадлежит нашему естеству, а не Богу. И в истории, очевидно, безумен и нечестив, когда отделяет плоть от сына. Разбираем балкование. Позволяет называть Мадерь Его Богородицы. Нужно знать также, что вся мысль этого... Кремль сколько? Все, все, заканчив. Книги убирай. Книги убирай. Книги убирай. Книги убирай. Книги убирай. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за труд, который позволил нам сделать Твоё полезным и безопасным. Хвала Тебе. Освяти дары, посылаемые Тобой, словом истинный и молитвы. Аллилуйя. Аминь. Бога слава. Садимся за стол. Слава Богу. Спасибо, Христос.